Музыка Как бы ни подвергалась сомнению уникальность Висагенса, но едва ли в Литве найдется другой город, где все детские сады, а у нас их было 13, имели бы свои бассейны. Сегодня работает 5 детских садов, но лишь в одном из них есть возможность для обучения детей плаванию. Это детсад Ауксинис-Гайдялис, где бассейн отремонтирован и соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. Но несмотря на свою полную, так сказать, боевую готовность, в предыдущие годы бассейн Ауксинис-Гайдялис не использовался, и лишь с приходом нового директора Ольги Мазневой обучение детей плаванию возобновилось. Занятия начались в декабре. Стало возможно это благодаря самоуправлению, в том плане, что самоуправление выделяет 1000 евро на весь сезон бассейна. Конечно, этих денег не хватает, чтобы содержать бассейн, чтобы делать тиремосы, то есть исследование воды, чтобы нанять инструктора по плаванию. Но мы делаем все возможное, чтобы как-то его все равно содержать, и чтобы у детей была эта радость. Поэтому на выходных мы сдаем бассейн Игнолину с Плаукимо-клубой, и они там проводят занятия с детками из других садиков, даже из первых классов школ. То есть такую возможность сдаем. Я знаю, что вы сами этому способствовали, подали объявление в Фейсбук, и сразу же откликнулось очень много людей, что говорит о большой потребности обучения детей плаванию. Да, у меня двое детей, и я прежде всего, наверное, была заинтересована, чтобы они научились плавать именно в детском возрасте до школы. Потому что чем старше ребенок, тем у него больше развивается страх к воде, или неправильное поведение на воде, неумение плавать. Но оно, грубо говоря, соседствует со всякими неприятными вещами. Поэтому, придя сюда, я прежде всего хотела, чтобы дети начали учиться плавать. И также хотела, чтобы из других садов дети тоже могли приходить плавать. Так как у нас нет такой возможности это организовать сейчас пока что, то я предложила сделать такой опрос людей. Кто бы хотел, чтобы их дети посещали уроки плавания. Мы договорились с тренером, примерно обозначили время, сумму, даты, и сделали опрос. И за три часа сто человек заполнили этот опрос, что они действительно хотят, чтобы их дети посещали бассейн. Деньги от аренды помогли решить проблему с оплатой тренера. И сегодня около ста детей Ауксинис Гайдялис, а это более половины воспитанников, дважды в неделю посещают бассейн. Как успехи ваших воспитанников? Я считаю, что они довольно очень хорошо справляются, довольно успешные ребята. И я считаю, что данная группа точно быстро сможет научиться хорошо плавать. Остальным ребятам, конечно, чуть-чуть надо будет подтянуться за ними, но тоже все к своему времени придется. Сколько времени они занимаются, вот эта группа? Одна группа занимается академический час, то есть 45 минут. И за один день, то есть вторник-четверг, по четыре группы у меня. С какого времени ведутся занятия? Занятия проводятся с девяти и заканчиваются в двенадцати часам. Я надеюсь, что, может быть, в будущем откроется какая-то дополнительная возможность, и дети смогут из других садиков приходить к нам. Но для этого нужны средства, для этого нужна ставка как минимум тренера, администратора, уборки бассейна и так далее. Чего на данный момент пока что нету, но кто знает. Спасибо вам за вашу инициативу, и будем надеяться, что вопрос решится и с посещением вашего бассейна детьми из других детских садов. Я тоже надеюсь. Конечно, чтобы вы понимали, что это не совсем зависит от нас, потому что это зависит от нашего совета, от самоуправления. То есть будут ли созданы дополнительные ставки для того, чтобы был тренер, был администратор, который будет создавать графики, когда кто приходит, после кого, то есть убирать между ними, дезинфицировать и так далее. Это все вопросы, которые нужно решать, но при большом желании все возможно. Как я, наверное, говорила, что в Паневежесе такой порядок есть, то есть все дети из других садов входят в один садик, но для этого есть целая команда, которая работает именно на обслуживании этого бассейна. Важность обучения детей плаванию в раннем возрасте совершенно очевидна. И тем, от кого зависит решение о финансировании ставок тренеров, стоит лишь посмотреть на счастливые лица детей, которые дважды в неделю посещают бассейн детского сада. Скажите, пожалуйста, вам нравится плавать? Да! Вы уже умеете держаться на воде? Да! Хотите быть пловцами? Да! А летом пойдете на озеро? Да! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...